Привет всем, друзья! В этом видео вы узнаете, как приготовить вкуснейшие три блюда. Ваши гости за праздничным столом обязательно их оценят. Сегодня будем готовить рыбу-сюрприз в лодочках из фольги в духовке. Вкусно и просто. Устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Для приготовления маринада для рыбы нужно в отдельную тару налить в сакан воды, 1 столовую ложку уксуса, соль и черный перец по вкусу, 1 чайную ложку растительного масла. И тщательно все перемешать. Я использую венчик. В полученном маринаде маринуем рыбу в расчете по 2 кусочка на порцию. Уложить на тарелку всю рыбу колодцем. Залить маринадом и оставить в холодном месте на час. Для приготовления фарша нужно мелко порезать лук. На разогретую сковородку нужно налить подсолнечное масло, добавить сливочное и перемешать. Обжарить нарезанный лук до золотистого цвета. Мелко нарезать отваренные яйца, добавить их в лук. В фарш высыпать мелко нарезанную зелень и перемешать. Квадрат фольги смазываем сливочным маслом. Положить одну филе, посыпать тертым сыром, положить в слой фарша, снова посыпать тертым сыром, покрыть вторым слоем филе. Из фольги нужно сформировать лодочку. И уложить на противень. Тоже самое поступаем. Ставим в духовой шкаф на 30 минут при температуре 200 градусов. Через 30 минут нужно достать. Сверху посыпать сыром. По желанию можно добавить мелко порезанные помидоры. Снова отправить в духовку на 3-4 минуты. Блюдо наше готово, получается вкусным и сочным. Обязательно попробуйте бульончик, что выделило наше блюдо. Сегодня будем готовить вот такой прекрасный вкусный салат с кальмарами. На новый лад. Вкусно и просто. Сустраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Кипящую воду нужно посолить. В кипяток погружаем кальмары. После закипания варить 3 минуты. Дольше нельзя, иначе они получаются очень жесткие. Достать кальмары, выложить на тарелку и дать им остыть. Кальмары остыли, нужно их нарезать полукольцами. Чтобы быстрее их нарезать, можно их сложить друг на друга. Свежие огурцы нужно нарезать соломкой и добавить их к кальмарам. Отваренные и порезанные яйца нужно добавить в салат. Лук порезать тоненько полукольцами. В глубокую тарелку нужно добавить чайную ложку сахара. Следом отправить 1 стакан теплой воды. Сахар с водой перемешать, чтобы сахар полностью растворился. Добавить 1 чайную ложку 9% уксуса. Все перемешать и полученным маринадом залить лук. Оставить на 1 час мариноваться. Маринованный лук, предварительно слив с него маринад, нужно добавить в салат и тщательно перемешать. Пришло время посолить. Заправить майонезом. Салат перемешать. Салат получается нежный и вкусный. Теперь нам нужно украсить его. В тарелку выложить салат. Разровнять ложкой по тарелке. При необходимости можно добавить. Яичный желток нужно натереть на мелкой терке. Равномерно по всей поверхности тарелки. Зеленый горошек выложить в форме гроздья винограда. Лозу нужно сделать из веток укропа. Сегодня будем готовить куриные крылышки в медово-чесночном соусе. Вкусно и просто. Устраивайтесь поудобней, будет очень интересно. Куриные крылышки нужно посолить и поперчить со всех сторон. Сложить в миску и убрать в холодильник на пару часов. Нужно взять 3 зубчика чеснока и натереть в мед. И все тщательно перемешать. На сковородку налить растительное масло и распределить по дну. Масло нужно подсолить, чтобы брызги не вылетали. На разогретую сковородку уложить крылышки. Обжарить до румяной корочки и перевернуть. Затем обжарить с другой стороны и снова перевернуть. Теперь полить поджаренную сторону медом, смешанным с тертым чесноком. Я использую чайную ложку. Крылышки от соуса начинают карамелизироваться. Накрыть крышкой и жарить 7-8 минут. Вот так у вас получится в карамельном тянущем соусе. Пора блюдо сервировать. Очень хорошо на гарнир подходит крылышком картошка по-деревенски. Посыпать зеленью. Добро пожаловать к столу. Приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ!